Скупой платит дважды или история про обманутых пинчан? Листовка купляйте белорусская с заманчивыми ценами. Миф или реальность? Пока на просторах интернета распространяется картинка с акциями, Управление торговли и услуг Пинского горисполкома предупреждает о возможных неожиданных расходах. Согласно официальной информации, размещенной на сайте Белтелекома, частное предприятие Фемида Трейд, в общем-то, чей телефон и указан, и он здесь содержится, 95 тысяч рублей взымается за факт звонка. То есть человек обратился, позвонил, пошел вызов, и уже 95 тысяч с счета снимается. Проблемные листовки получили широкое распространение в социальных сетях. Как удалось выяснить, указанный в объявлении номер принадлежит частной фирме из Бобруйска, Могилевской области, известной консалтинговыми услугами в сфере трудоустройства. Здесь получается нарушение самого предприятия, неправильно информирует население. Ну, образно говоря, если бы они прописали нужным шрифтом, человек сразу бы увидел, что 95 тысяч. Ну, бог его знает, может, он заказал бы много продуктов по такой дешевой цене, и эти 95 тысяч ему бы оправдались. Факта в обращении доставки продуктов и жалоб, как сообщают в Управлении торговли и услуг, пока что нет. Дополнительные номера Бобруйского предприятия, которые можно найти в сети, недоступны, либо переоформлены на другого абонента. Непривычный код 902 вполне легален. Другой вопрос, что нарушения со стороны фирмы все же есть. При визуальном обследовании этой листовки, которую мы увидели, опять же, фотографию, снимок, которую мы увидели в социальных сетях, можно сделать вывод, что она распространяется с нарушением законодательства о рекламе. То есть сноска, касающаяся того, что минута разговора стоит 95 тысяч рублей, выполнена мелким шрифтом. А в соответствии с 10-й статьей у закона о рекламе, уточняющая информация должна быть исполнена в рекламе не менее 50% максимального шрифта, используемого в рекламе. То есть нарушения есть. Для начала административного процесса по нарушению законодательства о рекламе необходимо наличие данных листовок. Поэтому, если в вашем почтовом ящике оказалась такая гастрономическая приманка, незамедлительно обратитесь по номеру 31 70 88. Хотелось бы обратиться к нашему населению, чтобы они были очень внимательны при получении такой листовки или аналогичной, внимательно прочитывали сноски и уточняющую информацию, чтобы не понести дополнительных каких-то материальных затрат.